всех приветствую на своем канале сегодня я хотела бы рассказать вам как я выращиваю свои орхидеи в закрытой системе я живу на пятом этаже окна мои выходят на южную сторону квартире очень жарко и долгое время несколько лет я выращивал свои орхидеи в традиционной системе в обычных пластиковых горшках дренажными отверстиями но когда я посмотрела видео юлии аксёновой о закрытой системе я подумала почему бы и нет почему бы не облегчить себе жизни не попробовать посадить несколько орхидеи закрытую систему так как в обычной системе мои орхидеи приходилось поливать практически ну каждые три дня из-за такой жары которая стоит в моей квартире тем более летом очень быстро пересыхала почва и корни становились серебристого цвета три месяца назад в начале мая нет вру в апреле три месяца назад да я посадила три своих орхидеи закрытую систему после их посадки а я наблюдала очень тщательно за ними после их посадки пришел месяц я поняла что орхидеи растут и развиваются просто великолепно и требует к себе минимум внимания через через месяц я решила приняла решение посадить все остальные всю остальную свою коллекцию закрытую систему в стеклянные вазы и стеклянные колбы и сейчас я бы хотела вам рассказать как же как же они себя чувствуют и такие произошли изменения за это время начну пожалуй вот с этой своей мамашки это орхидея мультифлора на ее цветочки нежно-розового цвета с белой серединкой она растит двух деток вот одна детка и здесь у нее вторая малышка детка значит ее я посадила первой и какие произошли изменения изменения произошли в том что детки стали расти просто с космической скорости она выпустила за один месяц повторюсь за один месяц два листа это помимо того что растила еще двух деток и с бешеной скоростью пошли в рост корни я выбрала для нее вот такую вазу на момент посадки корневая система не было очень большой поэтому я третью часть от вазы насыпала дренаж сейчас вот вы можете видеть корни корни уже дошли до дренажа они активно поглощают воду ну и как вы видите ничего не гниет она очень любит влагу и специально для нее я не использовала кору крупной фракции здесь идет мелкой фракции либо средней кора и торф центральной части вазы касаемо деток что хочу сказать я не планирую их отделять от материнского растения я хочу чтобы зимой у меня был большой шикарный куст цветов который может не дать эти три растения вот эти два листа которые она вырастила в закрытой системе они гораздо шире прошлых листьев которые росли в традиционной системе и они больше размером они длиннее они шире они более красивые более крепкие более блестящие следующая орхидея это дикий кот вот хочу вам показать у нас была большая жара и вот такие новые цветочки последние он распустил вот видите они отличаются окрасом я так думаю что сыграли температурные условия которые находились в помещении вот видите какое отличие краса цветка то есть температурный режим на них конечно же очень влияет так у этой орхидеи это орхидея также увеличилась в размере листья стали очень длинными вот смотрите полторы моих руки при том что ручка манис не маленькая достаточно длинные пальцы то есть вот эти листья увеличились в размере пошел новый лист новый ростик ну вот касаемо корней горшок желтый поэтому я плохо вижу не знаю проросли ли новые корешки или нет вот это орхидея это та которую я заказала где она вот она заказала по почте последний раз здесь я ее посадила 6 дней назад закрытую систему и здесь уже у нее пошел новый листик так она посажена вот такую в такую колбу здесь идет дренаж мох очень крупная кора торф и сверху снова мох кору нужно обязательно добавлять закрытую систему очень крупно для того чтобы там были воздушные карманы и для того чтобы корням орхидеи поступал хорошо воздух чтобы они не гнили вот эта орхидея это вот может вы помните то вот это моя велюровая бархатная орхидея с бархатными цветами вот она красавица она сейчас отцветает но при этом она растит активно листик вот он лопнул это я его случайно при пересадке задела и он лопнул вот лист тоже за неделю вырос вот ну пока днем пока ничего не вижу никаких результатов также здесь присутствует обязательно крупная кора ну и все по традиционной схеме посадки вот это вот моя красавица это африканский за рассвет вот хотела бы сказать тем кто говорит что повторное цветение с боковых почек у фаленопсиса бывает менее обильным вот этот орхидея цветет уже два года ни одного дня она не стояла без цветов и она цветет с боковых почек уже третий или четвертый раз за два года и посмотрите какое у нее цветение после посадки тоже неделю назад ее посадила она растит новые бутоны дальше продолжает свой цветонос и здесь еще у нее новый лист появился